Пока синоптики делают прогнозы на предстоящую зиму, энергетики, коммунальщики и главы районов на финишной прямой по подготовке к отопительному сезону. Можно долго надеяться на милость природы, но предупредить аварийной и нештатной ситуации необходимо уже сейчас, уверен губернатор, особенно если дело касается социальных учреждений. Больницы, школы, детские сады и ныне социальный объект. Это максимальное внимание при подготовке, максимальное. В больницах люди пришли лечиться, безусловно, и там должно быть тепло. В детских садах и школах наши дети учатся, и там, естественно, должно быть тепло. И в других социальных объектах. Это зона повышенного вашего внимания и ответственности. Чтобы не получилось так, что в седении сезона отопительного или зимы, говоря по-русски, останется без тепла тот или иной объект. Коллеги, личная ответственность, подчеркиваю, личная по всем социальным объектам. На то, чтобы в дома жители Кубани не проник зимний холод, было направлено почти 5 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда на тепловое хозяйство. Средства ушли на замену теплотрасс и оборудование, модернизацию котельных и закупку топлива. Все, чтобы первые заморозки ни для кого не стали неожиданностью. По состоянию на 10 сентября из 2801 котельной подготовлено к работе 2557 или 91,3 процентов, подающих тепло населению и социальной сфере. Из 3320 километров тепловых сетей подготовлено 3120 километров или 94 процентов. Особое внимание Вениамин Кондратьев попросил уделить замене тепловых сетей. Еще в прошлом году каждому из муниципалитетов была установлена норма не менее 5 процентов. Но с этой работой справились не все. Так, в Староминском районе показатель не превышает и 1 процента. Однако глава муниципалитета заверил, до конца сентября ситуация будет исправлена. Также губернатор напомнил, что перед районами сегодня стоит задача в общей сложности 2020 года выйти на ежегодную замену не менее 80 котельных за счет инвесторов. Соглашения о передаче в аренду объектов коммерческим предприятиям будут заключены в 8 районах региона до конца этого года. Конечно, привлечение бизнеса в коммунальный сектор края принесет множество плюсов. Но главное, чтобы привычные суммы в платежках потребителей не выросли в разы. Инвесторов нужно привлекать сегодня в сферу ЖКХ. В целом сферу ЖКХ. И президент уже задачу нам поставил. Но уже поймите, инвесторы, они приходят не с благотворительностью, а с бизнес-инициативами. Они хотят зарабатывать. Вот это получается, мы должны понимать, откуда будет источник прибыли, в том числе у этих инвесторов. Но если мы будем прибыли перекладывать на плечи населения, это невозможно. С этим я никогда не соглашусь. Никогда. Никто не будет зарабатывать за счет того, что тарифы будут расти. В начале их инвестиционные проекты, с учреждения вложения средств, модернизацию. Неважно будет, что это теплооснабжение или если в целом берем сферу ЖКХ. А потом уже будем смотреть, сколько вложили, какая сравненность возврата вложенных средств, безусловно. И, конечно, какая уже будет прибыль. Поэтому мы собственных темпов не сбавляем. А инвесторы ни в коем случае, то есть еще с почерпой, не зарабатывают за счет просто увеличения тарифов. Вот просто пришли и уже увеличили тариф. Нет. Сперва модернизируйте, сперва покажите. А потом мы уже согласуем вам тот тариф, который, во-первых, будет щадящим для населения. Ну и, я надеюсь, выгодным для консессионера. Масштабную подготовительную работу к началу отопительного сезона провела и энергетическая компания «Края». Только в этом году на ремонт линий и подстанции было выделено более 3 миллиардов рублей. За 8 месяцев 2019 года количество аварий в СТ-6 кВт и выше мы снизили. За аналогичный период прошлого года на 7,5%. Что важно отметить, недоотпуск электроэнергии составил минус 28% к аналогичному периоду прошлого года. Мы выполняем существенную ремонтную программу. Она практически в 2,5 раза была выполнена по отношению к предыдущим годам. Для руководителей предприятий жизнеобеспечения «Края» такое совещание – повод обсудить с губернатором наболевшие проблемы. В частности, разговор шел о недобросовестных управляющих компаниях. За свет отопления газ и воду чаще всего потребители платят не напрямую поставщикам коммунальных услуг, а через управляющую компанию или ТСЖ. Однако последние не всегда работают на совесть. Могут завысить показания, неправильно начислить плату, а деньги от жильцов и вовсе не приводят к поставщикам ресурсов. Сегодня прямое абонирование дает нам 96% сбора денег с населения. Само население платит. Проблема в том, что, вот я сказал, управляющая компания сама затягивает процесс перевода на прямое абонирование. Они акты не подписывают, затягивают оплату. То есть добровольно они не платят. Идут судебные процессы. И это не дает нам права забрать на прямое абонирование. Здесь надо с главами муниципалитетов, то есть замами, точнее глав, и в ручном режиме начинать уже просто работу либо с жителями, там же есть алгоритм, где жители напрямую могут принять решение. Они тоже понимают, что им посредник не нужен. И здесь, по большому счету, власть должна помочь жителям платить напрямую теплооснабжающей организации без посредника. Я думаю, жители поддержат, поддержат, потому что им лишняя накрутка в квитанции не нужна, не нужна. Поэтому поддержители сегодня теплооснабжающей организации в их желании работают напрямую с потребителями, то есть с жителями, напрямую, без всяких посредников, всяких управляющих компаний. Если управляющие компании не понимают свою ответственность и еще и не хотят эту ответственность нести. Главный ежегодный экзамен на профпригодность для комплекса ЖКХ начнется уже меньше, чем через месяц. Отопительный сезон стартует 1 октября.